Приветствую всех на канале Arduino на сайте Портал ПК. Я сделал небольшую модификацию станка, что я изменил. Смотрите после заставки. В предыдущем ролике я плохо рассказал про Arduino, как она у меня установлена, что сделано. Сейчас увеличу и постараюсь немножко объяснить. Ну, драйвера вы знаете, я про них уже рассказывал. На ось Y радиатор стоит, на ось X можно не ставить, потому что меньше 1 А. Дублирование оси X без радиатора стоит и не греется. Поставил перемычки 2 для дублирования оси X. Это у меня подключение к двигателям Y, X и дублированный X. Вот этот провод. Это у меня управление лазером. ТТЛ. Снизу вот тут вот, не знаю, видно, нет. Колодка залитая горячим клеем. Это самодельная колодка сделанная. Это у меня на кнопке. Пуск, стоп, пауза. Среди струны я специально сделал, чтобы шпилька торчала. Вдруг придется ставить двигатель. Ну, такая ситуация настала. Потому что с края немножко закусывает. С краю шпильки, возможно, не совсем точно сделанной, отразил от взятной части. И поэтому с краю шпильки происходит натяжение либо давление на шпильку. Поэтому двигатели не справляются. Установил двигатель на противоположной стороне. Все заделал в такую вот самодельную плетку. Здесь все заделал, чтобы было все более-менее красиво. В связи с тем, что вал шевелится, эта вибрация передается на мебельные направляющие. А мебельные направляющие предназначены для вертикальной нагрузки. Газентальные колебания они не сдерживают. Соответственно, при колебании винта ведущего происходит небольшое колебание каретки и лазер немножко шевелится. Небольшие колебания сказываются на качестве. Видно, не видно. Видно, что по горизонтали, по оси Х, есть небольшие колебания. Что меня не устраивает, поэтому буду устранять данную проблему. Что я планирую сделать. Сперва я хочу поменять местами вот эти основания. Как мне подсказал один подписчик, поменять их местами. Подшипники будут снаружи. Винт будет в натяжку. Поэтому надеюсь, что колебания уменьшатся. Если это не поможет, эту направляющую, которую сверху, перенесу ее. Поставлю вот тут. С помощью уголка закреплю каретку и посмотрю, что у меня получится. Но при таком креплении придется оставить один двигатель. Второй двигатель не установить. В связи с тем, что вал будет короче. Потому что гайка будет с этой стороны. Проведу вот такой эксперимент. Если у меня это не получится, поменяю шпильку на М10. Потому что на оси Y М10 намного жестче. И такой проблемы с колебанием вала нет. Даже несмотря на то, что подшипники стоят так же, как тут изнутри. Вал М10 на оси Y. Даже из-за того, что тут намного длиннее. Получается 650. Рабочая длина вала. Он достаточно жесткий. Его прогнуть тяжело. Прикладывает усилия. Что не скажешь про ось X. Также хотел еще сказать, что усовые гайки достаточно плохого качества. У них резьба. Несмотря на то, что две гайки. Втулка у них почти 10 мм внутри. На всю длину фанерки. С той, с другой стороны, резьба даже пускай 18 мм. И вот так вот ходит. Но это, конечно, ужасно. По сравнению с тем, что обычные гайки на оси Y. По инженерной графике нас всегда учили, что метрическая резьба делается по ГОСТу. Но вот две у меня шпильки. И по ним видно, что в одной резьба глубже, а в другой мельч. Гайки по обоим крутятся одинаково, свободно. Соответственно, одна шпилька будет более гибкая, мягкая. Вторая будет более жесткая. Замерил свои пластиковые мышцы на циркуле. Получается, что диаметр шпильки, который выглядит потолще, 7,9 мм. Почти 8. Вот этой 7,5 мм. Чтобы не переделать всю конструкцию, не вырезать под подцельники, под шпильку М10, решил попробовать поставить шпильку снаружи, новую, более прямую. Конечно, шпильки идеальных прямых нет. Перенес направляющую с торца кверху. Основу под лазерный модуль сделал из корпуса от блока питания. Вот, типа такого, только намного меньше. Этот широкий, узенький, от старого блока питания. Целикон вся крышка. Срезал только прижим для проводов, а остальное всё как было. Лазерный модуль. Закреплю к металлической пластинке этой. С помощью вот таких вот шестигранников. Это шестигранники от материнской платы. Крепление материнской платы. На них я закреплю лазерный модуль. Заменил ответную часть на оси X. Была у неё такая, на двухусовых гайках. Но, они достаточно, не очень хорошо, не просьба. Большое ограждение. И делал я их плотно, что не очень-то хорошо. Хождение есть вот так, и по коридоризонтали, и по вертикали, что влияет на качество кравировки. Переделал вот на такую ответную часть на скорую руку. Сделал зазор между ответными частями. Между двумя фанерками зажал по гайке с каждой стороны. У меня получилась вот такая вот ответная часть. Конечно, они очень красивые, но зато колебаний нет никаких. Соответственно, гравировка идёт более ровно. Да, на ответную часть, конечно, переделаю. Вот тут есть мой гравёр, и я всё это облагорожу. Сделал его посимпатичнее. Но пока попользоваться так. Для теста распечатал прямоугольник. Вот как видно в приближении, что по оси X, что по оси Y линии стали ровные. Нет никакого колебания, гребезга, что меня очень радует. начал печатать такой мелкий текст. Как видно, линии ровные пошли, но в углах прожигает сильнее. Переделал панель управления. Кнопка аварийного выключения вот такая будет у меня. Это как раньше. Пауза, продолжить. Это будет у меня кнопка отмены. Ещё не знаю, как она работает, буду проверять. А это у меня включение-выключение лазера. Потому что, когда питания нету на лазере, он начинает светиться. При перезагрузке, если нажать, например, Е-Стоп, то лазер мигает. Либо при включении контроллера. Также, достаточно не очень хорошая ситуация при паузе. Если мы нажимаем паузу, лазер светит, не выключается. Поэтому для этого сделать такую кнопочку. Включил. Если буду паузу, нажал, выключил лазер. Всё, что нужно, сделал. Включил лазер, продолжил. Кнопка включения лазера при включении начинает работать кулер и загорается светодиод. Светодиод, конечно, лучше надо было сделать сверху. Под кнопками не очень хорошо видно. Но, если буду переделать панельку, перенесу куда-нибудь на более видное место. Понравилось видео? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok